25 мая он произвел свою программную речь на Евразийском совете, где собрались вот как раз все представители Евразийского государства, в том числе главец России, и четко был озвучен его подход. Казахстан предложил организовать промышленную кооперацию тех товаров, которые сейчас Россия с трудом по параллельному импорту, в том числе военного значения, поставляет через Казахстан в Россию в раз, плюс логистический хаб. Казахстан примыкает к Китаю, там, скажем, есть коридоры с Ираном, и через Казахстан уже пошли коридоры, они сейчас работают, и сейчас они будут расширять в сторону Юго-Восточной Азии, Пакистана и так далее Китая. Вот это прямо озвучено. И в этом направлении уже работа пошла. Более того, уже объявлено, что с 1 октября российский газ двигается, там, несколько миллиардов кубов газа в сторону Узбекистана. Понимаете? Поэтому здесь нельзя воспринимать, что, как, опять же, здесь некоторые люди говорят, что 9 мая он поехал, потому что ему сказалось Сипинь. Сипинь вообще, скажем, он союзник. Он даже не стоит над Путиным, это невозможно. По военному потенциалу России, по ядерному другую сопоставимое, мы знаем, США. Поэтому все эти разговоры о том, что якобы Путин лег под Сипинь, это, ну, скажем так, иронично я воспринимаю, смешно. Нужно смотреть на реальность. А реальность такова, что сейчас сформировалась ось зла, сформировалась ось зла, куда есть союзники России, это Китай и Иран. Иран, мы все видим, как шахеды кошмарят Украину. Да, Иран говорит, что Крым принадлежит, мы поддерживаем, что Крым принадлежит Украине, но в реальности мы видим, как действует Иран. И Китай, мы же знаем, что лидерам авторитарных стран верить нельзя. Вот сказал Путин, что Пригоржин, типа, в 22-м году не имеет никакого отношения ЧВК Вагнер к России, в 23-м взрыве. Поэтому слово Сипине ничего не стоит, Путина ничего не стоит, вообще слова диктаторов ничего не стоят. Вот сейчас сформировалась фактически ось зла, и она начала действовать. И мы будем в ближайшее время свидетелями, если не повлияем, не воздействуем, не обозначим эти угрозы, мы сейчас будем свидетелями, как Центральная Азия не так, чтобы символически будет стоять на параде, которую многие не ожидали, лидеры. А теперь уже вся экономика, военная экономика будет работать вместе с Путиным. Население Центральной Азии 80 миллионов человек. И если по контракту сейчас платят 240 тысяч рублей, это где-то порядка 3 тысяч долларов контрактникам, я вас заверяю, что если объявить Центральной Азии, что контрактникам заплатит Путин 3 тысячи долларов, он легко соберет буквально за несколько месяцев полмиллиона человек, которые будут там воевать в Украине. Это уже стало реальностью. И эта угроза недооценивается. Запад думает, что дипломатическими мерами окажем давление. Они говорят так, это уже публично известный факт, что якобы Казахстан, если на него надавить, это вот после визита Штайнмайера во всех СМИ прозвучало, то тогда Казахстан якобы прижмется к Путину и вместе с ним будет ходить, и где-то и Китаю прижмется. Давайте мы просто скажем правду. Казахстан уже там. И в Евразийском Союзе. И купил дочерний Сбербанк больше, чем за 2 миллиард долларов. Альфа-банк купил. Поставки идут. Надо смотреть на действия. Казахстан был там и есть уже там. Бояться того, что уже произошло, причем очень давно, это по меньшей мере странно. Понимаете? Поэтому никакие уговоры не помогут.